Приветствую вас! Очередной Райнштайн! Ну резнь, как и положено, проанонсировал, какие темы будут обсуждать. Ну вы, наверное, уже догадались. Обсуждать будет, прежде всего, истребители, танки, ракеты. Он еще назвал военный Шенген. Ух, как красиво звучит. Да, будут обсуждать, будут решать. Прежде всего, что действительно будут, ну, довольно активно обсуждать, решать, это ускорение поставок танков Украины. Ну вы знаете, там, кроме, ну скажем, политических заявлений, есть технические проблемы. Есть. Обучение, снабжение, так же говоря. Ну, запчасти, да. И там, действительно, хотят это решить. Правильно. Потом есть, конечно, идея, вот, что он на тишине. Он имеет в виду и подразумевает, что именно совместное, ну, как бы, оружие очень быстро двигается. Европа, Украина, ну, при необходимости ремонт. Европа, так же. Да, это тоже важно. Ну, назовем это логистикой, если хотите. Назовите Шенген, если хотите. Ну, суть от этого меняется. Да, это тоже будет решать. Опять же, сказать, это были технические. Да, да, это технические вопросы. Скорить не буду. Даже по большому счету, каких-то информации вам никто рассказывать же не будет. Как, к примеру, будет на ремонт отправлять там танки, гаубицы, ну, сами же не. Да, будут решать вопросы, да, 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 о том, что надо произвести больше запасов снаряд, ракет, потому что войны. Эту тему уже многократно поднимали и поднимают, и, я так понимаю, и так производят. Ну, вот это вопрос ускорения производства, необходимое количество снарядов, ракет, чтобы уничтожать российских фашистов, обсуждать нет. Это однозначно. Будут еще довольно много обсуждать, так догадываюсь, это координация разведданных, ну, прежде всего, необходимых для нанесения различных ракетных ударов, и координация, соответственно, противовоздушной обороны и, да, 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 и ракетных ударов. Наверное, слышали, что конгрессмены предложили, но, скорее всего, наверное, таки примут решение, чтобы, ну, скажем так, допустить Украину до самых-самых-самых святой Сибири. То есть, чтобы действительно был обмен секретной разведывательной информации. Как вы сами понимаете, ну, имеется в США и Украину, по-моему, это довольно сложно. Не, ну, понимаете, все-таки, знаете, стран очень болезненно реагируют, и вообще это, ну, как, какая секретная информация, это же не так-то все. И да, ну, скорее всего, поддержат. И действительно, ну, этот вот Рамштайн по ловке вещей должен, прежде всего, ускорить, не наладить поставку вооружения Украины. Ну, много раз слышали выступления лидера НАП, который говорит, что сейчас идет даже война логистики, то есть кто быстрее поставит. Да, да, он практически прав. Ну, вы же просто понимаете, что если Украина получит сейчас довольно быстро ракеты, снаряды, она сможет наносить ракетные, ну, и артиллерийские удары по складам, базам, тем самым создавая проблемы для российской армии и, в общем-то, ее лишая самого главного. Да, солдаты есть, но без ракет, снарядов, топлива они никуда не гонятся. И это, да, действительно должно обеспечить победу Украину. Обращаю ваше внимание, что опять же лидера НАТО сказал, что вот вроде бы как бы российская армия уже начала наступать. Честно говоря, я, конечно, не совсем правильно понял. Украинский такой уровень должен как-то четко сказать, начало, началось наступление или не началось. Вот тут я вообще не могу понять, почему он так сказал, зачем. Ну, если не началось, так не началось, но если началось, то говоришь началось, потому что все-таки... Я понимаю, когда это эксперт говорит, но когда лидер НАТО не может определиться, начало наступать Россия или не начало. Как-то звучит странновато. Да, на этом действительно Ронштайн поднимут вопрос по поводу кораблей. Это не значит, что... На вопрос по... Ну, вы сами понимаете, там тоже есть. Истребители будут главные. Скорее всего, наверное, будет как с танками. На своем Ронштайме поругаются, поскандают, подискутируют, а после Ронштайма будет принято решение предоставить истребители. Да, да, я происходно понимаю и хорошо знаю, что даже если это решение будет принято, то летчику надо обучить знамя. Поэтому это не значит, что на втором месте. Но само появление такой авиации – дело хорошее. Вообще, по большому счету, как-то вы подзабыли, что Петро уже в Украине движется. Да, ничего подспорить не буду. Вообще, поймите правильно, сейчас действительно Украина, да, фактически наполняется ПВО. Причем очень хорошее ПВО. И Петро причине сбивает больше ракет. И я думаю, как Петро добавится, то действительно... Вероятность уничтожения вражеских ракет, дронов будет очень большая. И да, действительно, прошла информация. Польша танки поставила, Германия поставляет и так дальше. Так что это все будет идти, нарастать, нарастать, нарастать и... И должно похоронить путинскую Россию раз и навсегда. Представьте, как будет ликовать жителей России, когда свержнет Путин. Представьте, вот кто мечтает, чтобы потоптаться ногами на труппе Путина. Да, да, это всегда происходит. Обращаю ваше внимание. Как только, ну грубо говоря, царь-батюшка умирает, Ох, ноги вытирает, ох, вытирает, ох, вытирает. Чем больше диктатора, тем больше глупостей. И вот так всем надоедает, что все ждут его смерти. Ну так, когда он умирает? Нет. Когда он живой, его хвалят, вылизывают, все как положено. Умирает, ножками, или скидывает, ножками получится. Так что вот такая вот судьба в Путинской России. А пока что нам что-нибудь, то что-нибудь. Благодарю за внимание. Следим за новостями. Там новостей будет много, не переживай. Parker Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»